Всем привет! Меня зовут Богатейши Ди. Вот это видео я смотрел прошлой ночью и поэтому не выспался. Хотелось бы его обсудить с вами. Я не буду говорить сегодня о том, что это всё, возможно, постанова. И я не буду говорить об авторитете автора сего творения. Хотя есть люди, которые считают этого человека слева авторитетом. Кстати, его зовут Тика Тивари. Он считается известным криптоаналитиком и является редактором газеты Palm Beach Confidential. На самом деле, впервые я о нём узнал как раз таки из этого видео. Но мне подсказали, что Тика никогда не занимался бы ерундой, которая не была бы достоверной информацией. Убеждать в этом вас я не буду. Я оставляю за вами возможность сделать свой собственный вывод в комментариях после просмотра. К сожалению, качество видео всего 360 пи, поэтому будем смотреть как есть. Но сначала интро. 12 сентября Джеймс Даймон сказал, что биткоин это мошенничество. Он заявил, что уволит любого трейдера в своём банке, который будет торговать криптовалютами. Цена биткоина упала на 24%. Когда Джеймс Даймон говорит, люди слушают. А потом мы узнаём, что самым большим покупателем биткоина в Европе оказались Морган Стэнли и Джи Пи Морган. К тому же ещё и незаконно. Он сказал, что это мошенничество, и в то же время его компания покупает биткоин? Это так... так неэтично? Ладно, Джордж Сорос. Да, Джордж Сорос 24 января называет биткоин пузырём. Говорит, что биткоин это худшая инвестиция в мире. Не покупайте биткоин. По сути, он подлил масло в огонь. И биткоин упал на 44%? А потом, в апреле, спустя два месяца, мы узнаём, что семье долларового миллиардера Сороса разрешено покупать криптовалюту. Публично мы узнали это только тогда? Да. Джордж Сорос известен таким поведением. Он говорил, что фунт рухнет, а потом украл пенсии у людей. Да, он заработал миллиард. Что ж, дальше Голдман Сакс. Снова, 7 февраля. Готовьтесь к тому, что большинство криптовалют упадёт до нуля. Из своих источников я знал, что Голдман Сакс тайно создают новую платформу для торговли криптовалютами. Конечно, они отрицали это. Типа, мы ничего такого не делаем. Тем временем цена упала на 27%. Что же мы узнаём позже? Голдман Сакс анонсировали свою биржу для торговли криптовалютами. Они потратили 400 миллионов долларов, чтобы купить криптобиржу. Итак, 7 февраля. Всё упадёт до нуля. Май. О, мы потратим 400 миллионов долларов? Чисто так? И они не одни такие? Нет. Таких институционалов много. Например, Кристин Лагард из МВФ. Что самое забавное, это то, что все эти заявления были приблизительно в одно время. Я, конечно, не могу доказать сговор, но всё так и выглядит. Люди всегда тусуют вместе, думают похоже. Им не нужно звонить друг другу, они просто знают эту игру. Итак, Кристин Лагард из МВФ в первой половине года сказала, что все центробанки должны объединиться против криптовалют. Вы когда-либо слышали, чтобы МВФ предложила объединить усилия против нелегального вооружения или наркотиков? Нет. Но зато против зарождающегося актива нужно срочно объединяться. На самом деле их задачей было убедить людей в том, что банки никогда не дадут биткоину выжить. Чтобы люди думали, что это конец. Давай покажем график 5 падений биткоина за последний год. Есть у нас такой график биткоина. Три из них были падениями на 30%, а одно падение составило 40%. Вот, объясните этот график. Это же падение Амазона. А у вас есть, кстати, их акции? Конечно. Итак, я хочу поговорить о ключевом моменте, которому я обучился, будучи на рынке так долго. Не нужно слушать, что говорят люди. Нужно смотреть на то, что они делают. Это то, на что мы должны обращать внимание. Миллиардер Стив Коэн, чье состояние оценивается в 12 миллиардов долларов, один из самых умных хедж-фонд-менеджеров на планете. Инвестирует в криптовалюты. Марк Лассри, исполнительный директор Avenue Capital Group, долларовый миллиардер, вложил 1% своего состояния в биткоин. Ранее инвестор Airbnb, Skype, Facebook и Coinbase анонсировал запуск криптофонда с капиталом 300 миллионов долларов. Веллингтон Кэпитал с активами на триллионы долларов вовлечены в биткоин-фьючерсы. Соскухена, 12-я по размеру торговая площадка в мире, теперь имеет собственный криптовалютный отдел, торговый отдел, а торгуют они биткоином и эфиром. Goldman Sachs и их новый директор Давид Соломон, самый про-криптовалютный парень на Уолл-Стрит. BlackRock, это объявление только вышло. В прошлом году Ларри Финкс сказал, «Знаете, для чего криптовалюты хороши? Для отмывания денег. И для наркоторговцев. Опять же, если ты послушаешь то, что он говорит, ты пойдешь и продашь свой биткоин. Ты скажешь, это все бычье дерьмо. Но что происходит теперь? Они собираются запустить биткоин и теф. Они собираются сделать покупку биткоина проще, чем нажатие на кнопку на клавиатуре. Посмотри на все эти улики. Все эти люди уже богаты. Все эти люди беспокоятся о своей репутации. Если биткоин такой дерьмовый актив, почему все эти люди вовлечены в него? Ребята, это достаточно старый видос еще с конца июля 2018 года. Но я прекрасно помню все эти высказывания людей, инвесторов, о которых шла речь. Да, мы не можем заглянуть за кулисы, но если это все правда, то это не только имеет смысл, но и дает позитивный сигнал. Но есть вариант, что это все просто постанова какая-то, какой-то огромный шприц с инъекцией надежды, чтобы потом на всех окончательно закопать. Но я немного изучил этого человека, и мне представляется крайне сомнительным, чтобы он просто так вышел и разрушил свою репутацию за один час. За такое явно нужно было заплатить немало, хотя я свою репутацию не продал бы. В любом случае, ребята, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу увиденного и услышанного. Фейк ли это или правда? А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями. Не забывайте заглянуть в описание под видео, там ссылки на мои ресурсы. Меня зовут Богатейший Ди, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok